друзья всем привет 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 ну что сегодня мы снова едем смотреть очередной модельный дом помните в прошлом видео с обзором дома мы говорили что увидели один хорошенький симпатичный дом и хотели туда заехать вот сегодня наступил тот день мы когда заезжали там никого не было поэтому сегодня мы списались с этими представителями которые должны сидеть в этом доме они сказали что можно подъехать они будут на месте поэтому конечно же берем вас с собой идем смотреть мы надеемся что это будет классный дом потому что внешнего нам очень понравился и кстати мы когда к нему подъехали фасад дома нам очень напомнил дом наших друзей которые они сейчас арендуют нам показалось что очень очень похож и возможно внутри он такой же поэтому в принципе мы если это так то мы с этой планировкой уже немножко знакомы и очень даже неплохая там планировка поэтому поехали смотреть у нас же тут перед нашим домом тоже строится новый дом и вот хотим сейчас проехать мимо посмотреть что за дом кто строит а я задней стороны думала что это дуплекс нет это просто видимо большой дом будет а сегейт застройщик сегейт вот это очень популярный застройщик нашего города мы кстати не были еще там ни разу не снимали модельные дома но мы обязательно туда тоже съездим просто самые распространенные проекты от этого застройщика нам не очень нравится мы видели их живую много раз и у наших знакомых и у наших друзей поэтому как-то нас туда не тянуло поехать посмотреть модельные дома но я заходила на их сайт у них есть разные проекты есть очень даже неплохие проекты поэтому как-нибудь мы обязательно к ним съездим узнаем если у них модельные дома новых проектов или только те старые которые нам не нравятся если есть то сами посмотрим вам покажем но вот именно сегейт в нашем городе наверное самый популярный застройщик потому что прошлый дом мы снимали диархортон нам одна зрительница прям с претензией такой написала странно что вы ищете дом типа себе и не знаете такого популярного застройщика в америке ну может быть он и популярен в америке мы не спорим но в нашем городе он не особо популярен поэтому логично что мы его не знаем в нашем городе другие застройщики популярны их мы знаем прекрасно и те дома которые предлагают здесь в нашей местности этот застройщик на наш взгляд они на самом последнем месте в нашем списке это самые некачественные дома самой дешевой отделкой а цены не низкие то есть за эту цену можно найти дом получше намного покомфортнее посовременнее понятно почему в нашей местности возможно он не такой популярный потому что в нашей местности он предлагает не самые лучшие дома обычно застройщики все равно стараются как там в модельных домах показать самое лучшее что они могут предложить и разные обновления апгрейд и да то есть что они улучшенные какие-то варианты предлагают в отделке а здесь в модельном доме самые низкокачественные материалы для нас это о многом говорит то есть застройщик не потрудился даже модельный дом сделать привлекательным заходишь и немножко как бы в шоке от того что такие недорогие материалы предлагаются даже столешницы на кухне из такого материала которые ну не знаю делали может быть несколько десятков лет назад в домах которые строились поэтому для современного дома модельный дом является рекламным домом и если там используются материалы самого низкого качества это не плюс это не привлекает клиентов ну и лично нас не побуждает рассматривать этого застройщика для своего будущего дома кстати этот дом находится в таком закуточки то есть не прям по центральной улице а здесь видите такой вот пятачок и по кругу домики нам нравятся такие места расположения очень тут тихо машины не гоняет туда-сюда хотя на той стороне до трасса но здесь вот очень тихо вот получается заезд оттуда а здесь вот по кругу домики идут мы приехали вот в этот дом здесь уже кто-то есть хорошо две машины стоит вот так он выглядит с передней части да мне кажется это именно такой дом как у наших друзей даже светильники на гараже у них такие же вот эта пристройка здесь не с этой стороны точно также только у них зеркальный дом bright homes называется застройщик такой спокойный без каких-либо особых наворотов с внешней стороны но это современная постройка вот такие входы вот такой фасад сейчас многие дома что-то типа такого делают старые планировки это вот что-то типа вот такого с колоннами вот видите это тоже дом очень похож на тот внешне а новые современные дома делают уже вот так так ну пойдемте вместе с вами смотреть этот дом какой он внутри если он такой же планировки это будет неплохо есть там один нюанс в этом доме который нам не нравится но может быть здесь по-другому будем надеяться вот такой вход здесь небольшой крытый заходи слов вход значит здесь вот такой друзья дверь полностью стеклянная видите но я думаю это не проблема это можно поменять дверь высокая потолки в этом доме 9 и 4 фита то есть это уже современная планировка потолки немножко выше чем обычные стандартные не такие как прошлом доме 8 фит да вот ну да этот дом наших друзей только зеркальный поэтому будем сейчас вместе с вами будем вам показывать и сами может быть какие-то нюансы заметим которые не заметили у них на полу здесь плитка вот такая плитка приятная нам нравится нам нравится когда на полу плитка больше чем ламинат и больше чем естественно остальные покрытия там ковролин или линолеум значит есть небольшой такой коридорчик можно здесь сделать и тумбочку для обуви и что-то повесить для вещей но здесь данном случае модельный дом поэтому просто декорации картины и также есть вот такая кладовка которой можно повесить вещи она тоже находится практически у входа то здесь разулся положил ключи прошел повесил вещи в эту кладовочку и здесь смотрите дверь смотрится очень даже гармонично да и так как в прошлом доме она посреди стены непонятно какая здесь она как-то к месту выглядит вот что я говорила про нюанс этого дома то есть в этом доме кондиционер тоже внутри дома он находится здесь и его слышно когда он работает его слышно как нам сейчас объяснили представитель мы спросили почему такое решение современный дом но кондиционер внутри дома не в гараже они сказали что это обычный стандартный проект с кондиционером внутри но когда будет стройка если вы заказываете дом для постройки они могут перенести его в гараж просто там нужно будет изменения в плане сделать в проекте но как бы вот в том варианте который не предлагают здесь находится кондиционер так также здесь при входе там сидит представитель я не буду его снимать здесь есть вот такой кабинет он открытый тут нет двери он такой проходной сквозной но видите как бы проемы есть то есть двери можно поставить при желании но это идет как офис то есть как офис это очень удобно при входе использовать здесь нету никаких гардеробных здесь просто помещение где вот так же можно поставить стол и работать загородить поставить двери это хорошо это бонусная такая комната то есть в этом доме четыре комнаты но это не считается комнатой это просто офис но это то что нам нравится до слава наличие такого офиса дальше мы заходим в гостиную гостиная очень такая свободная не огромная знаете гигантская как мы заходили в дома и там реально как я не знаю актовый зал дворец культуры и здесь вот именно то что нужно размер то что какой размер у этого дома 2360 306 2306 square feet в этом доме но не забываем тут четыре комнаты и офис поэтому все очень такое компактное до зеркально немножко да по-другому воспринимается дом чем у наших друзей вроде тоже самое а как будто что-то другое так стены здесь покрашены обычной краской в отделке ничего особенного нет да как я поняла потолок очень обычный единственного плитка на полу это вот каждый плюс да 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 я имею ввиду что полы и стены вот эту отделку сейчас мы посмотрим вот здесь выход на backyard на задний двор здесь есть скрытая площадка которая вот именно под навесом таким плотным от дома это огромнейший плюс и площадка не маленькая очень такая просторная здесь легко вместится там диванчик тут диванчик здесь какая-то зона тоже можно ее организовать это тоже дом у дороги модельный потому что он должен быть виден проезжающим машинам вот так и мы проезжали и увидели его заехали сюда на улицу посмотрели вот кстати название этого застройщика bright homes называется вот он телефон кому интересно можете позвонить обратиться мы не представители никаких застройщиков контакты связи мы не раздаем всю информацию показываем видео если есть желание вы можете напрямую с ними связаться участок немаленький смотрите друзья несмотря на то что дорога да но участок довольно таки большой вот там рядом стоит дом и в этом доме вот смотрите бассейн вполне вместился еще за бассейном сколько места еще такой же бассейн можно поставить поэтому достаточно места участок больше среднего мы посмотрим если в информации о доме размер участка но участок большой это хорошо так ну пойдемте внутрь значит здесь у нас кухонная зона кухня хорошего размера мне нравится много очень шкафчиков огромный остров просто гигантский здесь стоят такие широкие стулья у наших друзей поуже и мы здесь вот за вот этой столешницей мне кажется человек пять-шесть мы точно легко усаживаемся это очень удобно хозяйка там например что-то делает да мы все здесь сидим и общаемся другая часть гостей там могут тут сидеть на диванчике кто-то здесь прям вместе с хозяйка дома это удобно большой холодильник сюда вмещается но все стандартно дом современный поэтому под современную технику техника здесь тоже стандартная плита электрическая микроволновка которая выполняет роль вытяжки но в этом доме вытяжки полноценно нет просто фильтрация жирного воздуха до пара и с этой стороны еще видите сколько ящиков так интересно здесь да здесь вот такой вариант тоже представлен когда уже вставлена конструкция с двумя ведрами это удобно выдвижная это нам очень нравится доводчики есть тоже большой плюс вот такая сплошная большая раковина смеситель не самый дешевый хороший нормальный смеситель посудомоечные машины но это все входит стоимость дома естественно вот это все входит не входит только мебель потому что мебель это просто декорация для этого дома для модель все дома им продаются пустые вот такие светильники здесь идут в комплекте с этим домом хорошие такие ящички не не из дешевых симпатичные и здесь с этой стороны есть кладовка кладовка очень вместительная широкая да в нее нельзя войти но она очень широкая сюда много чего умещается двустворчатые двери поэтому кладовочка неплохая пентри до призывается по-английски это вот такая кухонная кладовка здесь тоже вот можно как-то кофейный столик какой-то можно организовать или какой-то буфет винный да то есть можно это рядышком с кухней то здесь можно придумать не вот так консоль на стол поставить а что-то более практичное давайте на кухню завершим и пойдем потом в прачечную значит с этой стороны тоже большое место для обеденного стола здесь стоит гигантский стол огромный наши друзья по моему длинничком вот так стоит и он просто огромный мы там вмещаемся человек 12-14 дамы общего до сидели нормально вместились то есть здесь очень хорошее такое пространство большое люстра тоже входит такого типа как светильники над островом только люстра светло окно очень светлый дом хороший такой приятный большие картины здесь один из моих любимых дизайнеров номер который любит большие картины я просто прошлась по домам посмотрела там в некоторых комнатах гигантские картины висят так нам выдали план дома потом покажем их какие-то тут награды так ну и с этой стороны вот сюда выход у нас в кабинет и нам и на вход здесь у нас гараж на две машины гараж покрашен дом блочный система для открытия-закрытия гаража тоже есть предполагается вот здесь еще смотрите есть какое место там бойлер стоит и щиток но смотрите какой закуток да то есть это не воруют место в самом гараже это вот такая небольшая ниша где можно вот так же поставить полочки все убрать а сам гараж будет такой свободной машины поставила все две машины легко сюда войдут вот это вот это плюс наличие вот такой ниши пойдемте сюда поворачиваем из гаража мы заходим в дом и направо у нас идет сразу прачечная прачечная обычная стандартно единственное здесь добавлена раковина уже она стоит она входит стоимость осталось только поставить машинку сушилку есть полочка небольшая какие-то крючки ну здесь уже по желанию можно организовать как хочешь здесь уже не надо дополнительно если хочется проводить до выводить сюда воду чтобы какого поставить мойку с краном здесь уже все есть это тоже плюс этого дома наличие вот такой раковины в прачечной так мы идем дальше сразу за кухней здесь две комнаты две спальни детские гостевые как хотите вот обычно мы когда снимаем дома до за кухни чаще всего идет мастер bedroom хозяйская спальня а в этом доме другое предложение в этом доме в этой части идут гостевые комнаты или детские ну просто дополнительные спальни значит одна спальня такая стандартная небольшая немаленькая обычная комната тоже плитка в комнатах тоже по всему дому видимо нету нигде ковролина но это хорошо лучше какой-то ковер постелить чем вот этот ковролин который в себя всю пыль собирает и мусор окошко одно здесь ну вы знаете дом светлый достаточно этого окна вполне комната совершенно не выглядит темной прекрасно большая гардеробная с двумя такими дверьми широкая очень такая длинная да в нее нельзя войти это не волкин это обычный шкаф в стене но широкий хороший шкаф много можно вещей сюда поместить молодцы не пожалели пространство для гардеробной ручки тоже такие они чисто знаете не не нажимаются ровно стоят там на магнитах дверь закрывается из комнаты у нас выход на соседей но место достаточно при желании если кто-то захочет поставить забор можно но в принципе нормально тут же не сидишь вы из комнаты в окно не смотришь за соседями не наблюдаешь шторки повесивали жалюзи и уже нормально никто никого не видит но зато можно увидеть соседский бассейн довольно просторное место тумбочки широкие вместились еще остается пространство то есть не в притирку с кроватью стоят кровать размера queen size это не king самая большая это обычная двухспальная кровать в комнатах потолки такой же в такой же высоты но двери пониже уже не такие высокие как входная 1 я прям была высокая дверь дальше между этими комнатами есть общая ванная комната здесь у нас кварц кстати на кухне тоже кварц вот такой же на столешнице щечки везде с доводчиками это хорошо большое зеркало вот такие же светильники выдержаны в одном стиле как и на кухне обычный унитаз ванна плитка это тоже улучшенный вариант когда плитка обычно за плитку могут ну когда строите дом до самый базовый вариант идет пластик обычный а вот если плитка это уже за дополнительную плату здесь они уже предлагают плитка это дом и вторая комната тут тоже есть такое небольшое место для входа здесь у них пока стоит стол и вот эти гигантские картины которых я говорил на всю стену ну прикольно смотрится кстати ну не для спальни наверное если тут вот так организовывать туда здесь это спальня считается окно посредине для всех любителей окон посредине здесь это хорошо так комната я думаю зеркальная как это просто там окно сбоку а здесь окно посредине гигантское зеркало все в гигантских размерах как я люблю и это же такой же гардероб такой же широкий вместительный эти у них мебель хранится в гардеробе стулья вообще легко стали то есть глубок глубина хорошую не прям узенькие чисто вещи повесил и все нормально хороший гардероб так значит вот и на эта зона здесь у них тоже декорированы картинами коридорчик между комнатами зона с двумя спальнями так идем дальше идем дальше в ту другую часть дома где уже у нас идет хозяйская спальня и еще одна комната давайте посмотрим здесь такая стена тоже можно что-то придумать интересно чтобы это здесь не просто часы повесили но можно придумать мастер бедрум направо мастер бедрум очень хорошего размера друзья очень даже не маленькая светлое хотя вот окно одно до двойное такое ну супер светлая комната светильник стать всего лишь один в потолке больше не предусмотрено я бы конечно сделала еще вот наверное толку хотя бы четыре вот таких а здесь уже какая-то люстра ну вот они что один светильник предложили но очень свободная широкая комната огромная кровать king size стоит по краям смотрите сколько еще места кресло тумбочка широкая тумбочка вместилась там тоже самое можно вместить но там просто нет кресла под окном тоже много места гигантское зеркало здесь еще даже диванчик помещается здесь и что угодно можно поместить большая картина все в одном стиле до супер супер хороший размер отличный просто размер комнаты мне нравится пойдемте ванную посмотрим комнату о смотрите этом вижу вдалеке какая большая гардеробная ванная комната вот такая тоже длинная большая столешница с раковинами ящички видите здесь сплошное зеркало это и плюс и минус кому как нравится как я уже говорил в одни в одном из видео мне больше нравится раздельные зеркала чтобы посередине можно было еще какую-то какой-то ящик организовать с хранением мне так больше нравится вот так красиво для модельного дома то есть все пусто чистенько пришел посмотрел светильники тоже идут в таком же стиле как и во всем доме на кухне и других другой ванной комнате а сколько здесь ванных комнат слов посмотрите на моего мужа он уже мышцы качает пока я отвернулась сколько здесь ванных 3 ади 3 а в той комнате отдельно я же помню что по-моему 3 к 3 ванных в этом доме должно быть так ну давайте заходим дальше здесь у нас за дверью небольшая а хотел сказать кладовка здесь унитаз здесь туалет друзья давайте свет найдем вот такой туалет обычный стандартный ничего особенного обычный туалет выключаем с дверью да вот это конечно статрис не играли в детстве те кто проектировал дом здесь начинается битва будет ну с другой стороны ты когда заходишь туалет и дверь нами закрываешь логично логично так душевая кабина здесь длинная такая широкая да наверно больше не глубокая вот именно в длину обычная здесь лейка негибкая но это стандарт для америки то есть они часто такие делают есть окошко небольшое кто-то писал прошлом доме что минус что нет окна не во всех есть окна но если есть они вот чисто декоративный эффект имеют вот просто свет дают дополнительно они не открываются не проветривают комнату во флориде дома не проветривают друзья здесь и жарко влажно здесь работает кондиционер постоянно практически поэтому здесь влага не собирается и вот то что гардеробная комната в ванной комнате это тоже ничего страшного для одежды вот наверно кладовка я думала там за дверью да но вот здесь находится для хранения разных ванных принадлежностей и гардеробная целая комната смотрите квадратная с окошками прям целая комната и по всему вот так вот периметру идут полочки здесь классно можно придумать да вот именно для хранения разные ящички не вот этот стандарт обычный да а вот именно прям классно заходишь и будет комната целая примерочная посмотрите место да сколько два кресла стали 4 вернее кресла стали тут еще вот в этих углах стоит крест окошки мне очень нравится что в гардеробной есть окна класс обычно заходишь гардеробную она такая знаете как как подвальчик свет есть конечно же но когда есть окна это прям по-другому совершенно ощущается тут я полагаю выход на чердак из гардеробной интересно ну в общем большая мастер bedroom с большой гардеробной неплохого размера ванной комнатой и самая главная комната сама мастер bedroom тоже гигантская большая да слав классно вот этот бордюрчик еще на потолке тоже придает особый шарм ну и идем дальше в следующую часть дома здесь вот такая небольшая кладовка есть где можно тоже хранить в ванной принадлежности уже на для этой комнаты и эта комната имеет свою ванную вот она ванна здесь дверь закрывается это как такая мини квартирка в доме как мастер bedroom только маленькая гостевая наверное здесь небольшая раковина зеркалом со светильниками тоже ванна с плиткой также как там другой ванны только здесь чуть-чуть поменьше размер здесь работник работает я так аккуратно сниму здесь просто комната есть кладет я думаю кладет примерно такой же как в других комнатах до обычный широкий а комната стандартная обычная гостевая гостевая только со своей ванной и туалетом это удобно когда приехали гости чтобы они не ходили не смущались в другую ванну они могут пользоваться всем своим это большущий плюс так вот друзья вот такая часть дома где мастер bedroom и комната со своей ванной в той части дома две спальни и посредине вот такой красивый зал можно сказать да гостиная и кухня открытое такое пространство очень уютное говорим с уверенностью многим я знаю зрителям не очень нравится такое да когда кухня открыта им нравится когда она перегорожена но нам очень нравится и мы часто проводим время в таком доме мы уже оценили что это очень уютно удобно для всех и для тех кто живет в этом доме и для тех кто приходит сюда в гости кстати на выходе вот дом отделан немножко камнем какая-то часть снизу да это тоже придает ему цену потому что все вот эти дополнительные отделки они конечно же стоят денег так но участок мы уже с той стороны сняли спереди я вам тоже показала сейчас мы сядем машину и расскажем вам о цене этого дома и о тех нюансах которые слова там может быть узнал пока я снимала погода друзья у нас наладилось наконец-то потому что всю неделю как вы помните мы снимали у нас все видео под дождем были и сегодня наконец-то солнышко это супер в этом доме нам дали план этого дома он выглядит вот так многим зрителям это очень важно они просят показывать план дома не во всех домах нам его предоставляют но вот здесь нам дали это именно этот дом 2306 square feet у них есть план дома еще чуть-чуть поменьше он вроде как такой же какая-то только меньше по размеру 1983 square feet а выглядит вот так в наличии нет у них модельного дома такого уменьшенной планировки но есть план можно посмотреть сравнить немножко так как будто уменьшен до в зуме так принципе очень похож на такой же так ну и вот цены на дома от этого застройщика значит вот такой дом как мы сейчас смотрели 2306 square feet у него цена от 433 тысяч это уже с участком считается здесь вот адреса где у них эти дома либо уже построены вот здесь написано что готов для того чтобы туда въехать эти дома проданы и вот эти будут один в ноябре в декабре в январе феврале ну и так далее меньше планировки вот стоит получается 419 415 вот продан дом 415 на минимум а нет вот смотрите есть какой-то это кей секция 400 тысяч но в этой секции всегда дома немножко дешевле а так вот по городу вот такие цены от 400 до 460 нет есть дороже самое максимум это 475 тысяч но это секция он уже продан вот эта цена это идет если вы хотите поставить солнечные панели на крышу тогда еще добавляется везде примерно по 25-30 тысяч у них есть такая функция они предлагают солнечные панели то есть вот такие вот дома значит дом который с меньшей планировкой там три ванны три комнаты и две ванных а вот этот который мы смотрели четыре комнаты и три ванных как сказал нам представителям этой компании этот дом более энергоэффективные потому что они покрыли стены специальной пеной и также пены они покрыли и потолок где чердак поэтому когда светит солнце он не сильно нагревается ну плюс как уже лена говорила на нем установлены солнечные панели это значит что будет меньше оплата за счет могут быть установлены могут быть до меньше оплата за электричество ну и плюс дом меньше нагревается также он говорил что в этом доме установлены энергоэффективные окна что тоже добавляет плюс эффективности сохранению тепла и холода в этом доме а что там тройные стекла или что там ну какие-то другие окна может быть наполнены каким-то газом или там другая какая-то технология не знаю ну очень друзья что можем сказать нам этот домик понравился размер конечно гигантские 4 комнаты для нас многовато ну вот наверное второй вариант который около 2000 скверфит где три комнаты и два туалета офис там тоже по моему есть до офис то есть три комнаты и офис для нас вообще было бы ну просто максимум идеально четыре комнаты офис нам конечно не нужно принципе можно представить себе как будет выглядеть дом который чуть чуть меньше потому что он точно такой же просто в уменьшенном виде не будет наверное вот этой гостевой комнаты со своей ванной и туалетом я думаю вот именно ее в этом доме нет а все остальное будет то же самое друзья сейчас мы кстати поедем еще на один дом афиша висит одного из застройщиков которые мы тоже снимали на нашем канале нам этот застройщик очень понравился дом этого застройщика нам тоже очень понравился мы увидели еще один модельный дом и поедем посмотрим что там за план потому что тот который нам понравился тоже был гигантский огромные и у них был меньшинный вариант но вот посмотрим какой здесь они план предлагает но этот дома уже покажем вам в следующем видео когда она выйдет на нашем канале для нас это все съемки в один день а вы увидите это в отдельных видео ну а в этом видео мы будем уже с вами прощаться спасибо всем кто посмотрел его спасибо всем кто посмотрел до конца напишите ваши впечатления об этом доме что вы о нем думаете что вам понравилось не понравилось с ним но мы как всегда всем желаем себе самого хорошего и доброго берегите себя увидимся теперь с вами в следующих видео. Всем пока. Пока-пока.